Сегодня мы с вами научимся решать систему линейных уравнений и поймем, что это совсем не сложно. Ну и единственное, я сразу говорю, что подразумеваю под линейными уравнениями и уравнения, сводящиеся к линейным. То есть мы будем говорить о всех тех уравнениях, которые мы уже умеем с вами решать. Их все можно назвать линейными, потому что график каждой такой линейной функции — это прямая. Так, вот у меня одно линейное уравнение, вот у меня второе линейное уравнение. И когда вот эти два уравнения объединяют с помощью вот такой скобочки, это называется система уравнений. Система уравнений — это несколько уравнений, которые должны выполняться одновременно. То есть эти уравнения имеют общие корни. То есть те значения х и у, которые мы с вами найдем, должны удовлетворять и этому уравнению, и этому. То есть как мы с вами в тот раз обсуждали, корень уравнения — значение переменной, превращающее данное уравнение в верное равенство. Так вот, решение системы уравнений с двумя переменными — это пара значений переменных, то есть х и у, превращающая каждое уравнение системы в верное равенство. То есть мы с вами находим х, мы с вами находим у, и при подстановке этих х и у, что в одно уравнение, что в другое, у нас и тут, и тут получится верное равенство. Еще раз, система уравнений — это несколько уравнений, которые должны выполняться одновременно, то есть имеют общие корни. Решение системы уравнений с двумя переменными — это пара значений переменных, то есть х и у, превращающая каждое уравнение системы в верное равенство. То есть мы должны найти такие х и у, при которых оба уравнения превратятся в верное равенство, то есть равно будет выполняться и там, и там. Существует два метода решения систем линейных уравнений Начнем с метода подстановки На самом деле второе лучше, но метод подстановки вообще не требует никаких знаний по решению систем линейных уравнений Вы просто будете решать уравнение так же, как вы делали раньше, ничего вообще дополнительного не будет Как это делается? У нас сейчас есть две переменные Мы берем какое-нибудь из этих уравнений, любое, и выражаем одну переменную через другую Так, как будто вторая переменная это просто какое-то число То есть работаем с ним как с числом Ну то есть либо х выражаем через у, либо у выражаем через х Ну в данном случае удобнее всего взять вот это уравнение, потому что здесь у единственный Нет никакого коэффициента перед ним, в отличие от всех других х и у И поэтому тут очень удобно у выразить через х То есть я хочу сейчас, чтобы у меня в одной части уравнения остался только у Что мне для этого нужно сделать? Для этого мне из обеих частей уравнения нужно вычесть 3х То есть я работаю с х сейчас как с числом Вычитаю из обеих частей уравнения 3х Тогда у меня слева останется у Ну а справа у меня будет 7 минус 3х Все, я выразил у через х Как будто х это какое-то число Теперь я просто беру и то выражение, которое получил Это у нас сейчас у Подставляю во второе уравнение вместо у То есть вот сюда вместо у подставляю Ну и все, теперь разбираюсь вот с этим уравнением Минус 5х плюс 2 Вместо иерика у меня 7 минус 3х 7 минус 3х Равняется 3 А это уравнение, которое мы умеем решать Здесь всего одна переменная Тогда давайте его решим Минус 5х, так и осталось дальше Тут распределительный закон Плюс 2 умножая на 7 Это плюс 14 А зачем? Плюс 2 умножая на минус 3х Это будет минус 6х Равняется 3 Дальше Минус 5х и минус 6х Сочетательный закон Подобные члены Привожу То есть будет минус 11х Плюс 14 Равняется 3 Тут у нас коэффициент перед х отрицательным Значит, чтобы решить данное уравнение Надо к обеим частям уравнения прибрать 11х Но давайте теперь будем учиться Делать несколько действий сразу То есть мы сейчас к обеим частям уравнения Прибавим 11х Тогда минус 11х плюс 11х слева Уничтожится, останется 14 А справа будет 3 плюс 11х Нам же до х нужно докопаться И поэтому мы будем дальше вычитать 3 Но давайте сделаем это сразу То есть напишем плюс 11х до минус 3 Тогда эта троечка здесь пропадет Останется просто 11х А слева у нас будет 14 минус 3 Так, у нас справа осталось 11х А слева будет 14 минус 3 То есть 11 Еще раз, что я сделал? Я сейчас делаю то, что делал раньше Но теперь сразу два действия объединяю в одной строке То есть коэффициент перед х отрицательным Значит, я к обеим частям прибавил 11х Оно здесь пропало, появилось здесь Вот оно, 3 плюс 11х Но теперь мне мешает эта троечка Я же в одну сторону загоняю х в другую числу Значит, я, чтобы докопаться до х И избавляюсь сейчас от тройки Свожу мое уравнение, сводящееся к линейным Собственно, к линейным Для этого я из обеих частей уравнения вычитаю 3 Тогда у меня, если 3 убрать, останется 11х Вот оно Ну а справа будет 14 минус 3 11 Это линейное уравнение Для того, чтобы ее решить, надо обе части уравнения разделить на 11 Но давайте я больше простые действия Как раньше подписывать не буду Потому что мы уравнения с вами прошли И в какой-то момент, когда вы уже научились их решать Вот эти действия перестают подписывать Но только если будут какие-то сложные, как вот здесь Я буду подписывать А если простые, то уже не буду Но у нас х будет равняться 1 Все, мы нашли х Ну а у мы же через х уже выразили Значит, теперь, чтобы найти у Нужно этот х взять и подставить вот сюда вместо х То есть вот в это выражение справа Я подставляю х, равное 1 Тогда у меня у равняется Ну если подробно 7 минус 3 умножить на 1 Вот он Только вместо х единица Ну а дальше У равняется 3 на 1 3 7 минус 3 Это 4 У равняется 4 Значит, окончательно х равняется 1 А у равняется 4 Ну и чтобы показать, что это одновременно Ставим вот такую вот скобочку Так же, как здесь Еще раз Что значит эта скобочка? Это значит И это уравнение должно выполняться И это То есть это аналог союза х И здесь я сейчас говорю Что х равен 1 И у равен 4 То есть и то, и другое одновременно Ну и еще на что нужно обратить внимание То, что обычно вначале пишут х, потом у То есть можно было Ирек равно 4 А потом х равно 1 И сразу здесь объединить Но я всегда стремлюсь к виду Что вначале х, потом у Поэтому лишний раз переписал строчкам Ничего страшного в этом нет Вот вы решили систему линейных уравнений Методом подстановки Ну то есть Это просто то же самое Что решение уравнения Вы вначале одну переменную выразили через другую Как будто она число То есть решили по факту уравнение Просто вы его решить не можете Потому что не знаете х А потом то, что получили Подставили во второе уравнение Вместо этой переменной Ну и все У вас получилось обычное линейное уравнение Все по тем же правилам Вы нашли х А дальше этот х подставили в то, что выразили Вот сюда У вас получится 7 минус 3, 4 Все элементарно То есть вообще ничего нового Ну и еще одно уравнение На метод подстановки И будем переходить к тому, что действительно Новое Так, 3х плюс 4у равняется 9 Это первое уравнение системы И второе 7х плюс 6у равняется 6 Вот так вот Ну что, делаем то же самое Сейчас у нас везде есть коэффициенты Поэтому давайте выражать там, где коэффициенты меньше Выразим в первой строке Их через И То есть как будто И это просто какое-то число Значит мы должны за обеих частей вначале вычесть 4 И То есть свести уравнение к линейному Значит у меня будет 3х равняется 9 минус 4 И Ну и теперь обе части полученного линейного уравнения Делю на 3 И получу, что Их равняется 9 минус 4 И И все это разделить на 3 Ну и теперь вот это Подставляем вместо Икса во второе уравнение Ну будет, конечно, не очень приятно Но как есть Так, 7 умножить на 9 минус 4 И делить на 3 Плюс 6 Игрек равняется 6 Вот такое вот У нас уравнение Опять же, одна неизвестная Это мы решать умеем Единственное, давайте вначале избавимся от троечки сразу Потому что она капец как мешает Дроби Поэтому как только вы видите дробь То просто домножайте на знаменатель И если вы обе части уравнения умножите на одно и то же число То получите уравнение равносильно данным Поэтому я для решения данного уравнения Обе части уравнения умножаю на 3 Еще раз Вот из-за этой троечки я взял и обе части уравнения умножил на 3 Давайте вот здесь напишу подробно Потому что здесь бывают частые ошибки То есть у меня будет вот так вот И все это умножить на 3 Распределительный закон Вот это все в скобках умножить на 3 Значит распределяю тройку сюда и сюда То есть вот она умножить на 3 появилась Но это еще не все Тут-то никто не забывает умножить на 3 Но вот остальные члены почему-то начинают забывать То есть здесь тоже 6y умножить на 3 Обращая внимание, что не забываем Ну и правую часть уравнения тоже надо умножить на 3 Не забыть Ни в коем случае не забывайте Если забудете, то все дальше ничего не решится Значит здесь 3 и 3 Сокращается и остается 7 умножить на 9 минус 4y Распределительный закон 7 умножить на 9 63 7 на минус 4y Это минус 28y Дальше здесь 6y на 3 Это 18y Ну и дальше 6 на 3 Это 18y Так, здесь у нас что? Минус 28y плюс 18y Это минус 10y То есть коэффициент отрицательный Для того, чтобы решить данное уравнение Нужно будет к обеим частям уравнения Прибавить 10y Тогда минус 10y здесь пропадет И появится вот здесь Будет 18 плюс 10y равняется 63 Теперь нам мешает 18 Сразу избавимся еще и от 18 То есть минус 18 Тогда у нас Вот от этого останется 10y Ну а здесь у нас Вот это минус 10y плюс 10y Зайно уничтожится Будет 63 минус 18 А 63 минус 18 это Сколько там? 45 Ну все Линейное уравнение Обе части уравнения делим на 10 Получаем 45 десятых Или 4,5 Ну тут сразу хочется написать Потому что мы на 10 делим Это мы нашли Теперь подставляем вот это значение Выраженное нами x То есть вот сюда Тут будет 9 минус 4 Множь на 4 Ну 4 на 4,5 Это сколько? 2 на 4,5 это 9 А 4 на 4,5 это В 2 раза больше 18 9 минус 18 Это минус 9 Разделить на 3 Это минус 3 Значит x равняется Минус 3 А y равняется 4,5 Но это выполняется одновременно Все Так с методом подстановкой мы закончили И теперь давайте метод сложения Потому что он на самом деле более оптимальный И решать желательно им Итак, что такое метод сложения Вам теперь не нужно выражать одну переменную через другую Вам просто нужно сделать так Чтобы коэффициенты перед одной из переменных стали одинаковыми Ну вот в данном случае у нас есть Перед x 3 и перед x минус 5 А здесь перед y 1 и перед y 2 И вы можете обе части уравнения умножать на одно и то же число Как мы с вами выяснили И получится уравнение равносильное данному Ну так давайте просто сделаем Чтобы коэффициенты стали перед одной из переменных одинаковыми Ну понятно, что с y проще Потому что тут просто на 2 надо домножить А здесь еще надо искать наименьшее вообще кратное Ну если прям по-хорошему Так что давайте я просто возьму И обе части первого уравнения умножу на 2 Не забываем, что на 2 мы сейчас умножаем абсолютно каждый наш член Ну потому что тут распределительный закон слева Скобка на 2 То есть двойку распределяем Это важно Ну поехали 3x умножить на 2 6x y на 2 2y Ну и справа тоже 7 на 2 14 Ну а вторая строчка Я ее такой оставлю Даже трогать не буду То есть вот она наша новая Но равносильная предыдущая система Ну а здесь у нас Коэффициенты перед y одинаковые Ну а теперь давайте возьмем И просто из одной строчки Вычтем другую То есть мы сейчас будем вычитать Отдельно левую часть И отдельно правую часть Но ведь Они же равны И вычитать мы из них будем равны числу Значит результаты будут равны Ну если писать подробно 6x плюс 2y Из этого надо вычесть Вот эту вот левую часть Второго уравнения Но вот этот минус Относится ко всей левой части То есть Минус вот эта вся часть Для этого запишем ее в скобках Минус 5x плюс 2y Ну а раз мы из левой части уравнения вычитали левую часть уравнения То справа мы из правой части уравнения вычитаем правую часть уравнения То есть 14 минус 3 Ну все, дальше понятно, нужно раскрыть скобки Перед которыми стоит знак минус Это легко 6х плюс 2у Знаки в скобках меняются Плюс минус плюс 5х минус 2у Равняется 14 минус 3 Считаем это 11 Дальше, иксы с иксами 6х плюс 5х 11х Игреки с игреками Ну а тут у нас взаимно уничтожатся Ну мы же специально подбирали коэффициенты одинаковые Чтобы после вычитания у нас игреки взаимно уничтожили Чтобы не выражать, а потом подставать Ну все, 11х равен 11 Отсюда можно найти х Обе части уравнения делим на 11х равен 11 Все, мы нашли х, а теперь это значение х Чтобы найти у, берем и подставляем в любое из этих уравнений Ну давайте подставим в первую, потому что там коэффициенты поменьше И тогда у нас будет 3 умножить на 1 То есть просто 3 Плюс у равняется 7 Все Элементарное уравнение Для того, чтобы его решить, надо из обеих частей вычесть 3у равняется 4 Все Окончательный ответ Вначале пишу х, как говорил, х равно 1 и y равняется 4 Вот он окончательный ответ Понятно, что можно взять и сравнить с решением, которое было до этого Вот предыдущее решение методом подстановки Вот методом сложения Ну я тут очень много расписывал, на первый раз подробно Если вот подробно так не расписывать, на самом деле будет чуть-чуть, но короче Совсем капельку Но это потому, что у нас уравнение было достаточно легкое Если уравнение станет сложнее, как вот здесь, где разные коэффициенты То метод сложения будет гораздо продуктивнее Тут, ну, либо коэффициенты 3,7 будем приводить к одному коэффициенту Либо 4,6 Я бы взял 4,6, потому что 3,7 это взаимно простые числа А 4,6 наименьшее вообще кратное у них равно 12 Поэтому, чтобы у нас получилось 12 Обе части первого уравнения умножаю на 3 А обе части второго уравнения умножаю на 2 Поехали! Первая строчка 9х плюс 12у равняется 9 на 3,27 Вторая строчка 14х прибавить 12у равняется 12 У нас система Коэффициент у нас перед у одинаковый А значит можно вычитать Но вот тут я обращаю внимание Если вы сейчас будете Так же, как мы делали в предыдущей системе Из верхней строчки вычитать нижнюю 12у, понятно Взаимно уничтожится А вот здесь будет 9х минус 14х То есть минус 5х И коэффициент предпеременной у нас будет отрицательным А это плохо, мы уже не первое видео об этом говорим Поэтому нужно не из первой строчки вычитать вторую А вычитать из одной строчки другую так Чтобы коэффициент после этого вычитания Перед второй переменой был положительным Ну потому что первое взаимно уничтожится Поэтому перед вторым В данном случае у нас просто После вычитания было 6х минус минус 5х То есть 6х плюс 5х 11х Он положительный Поэтому я ничего не менял А здесь нужно, конечно, из второй строчки вычитать первую То есть вот такое вот вычитание проводить Ну и когда вы это делаете Не забудьте, что во второй части вы из нижней будете вычитать верхнюю Потому что иногда бывает Здесь вы сделали правильно, а здесь забыли И из 27 вычли 12 Так, конечно, ошибаться не стоит Вычитаем Получаем, что 12х минус 12х взаимно уничтожились 14х минус 9х Это будет 5х Ну а справа 12 минус 27 Минус Сколько там минус Господи, считай, что я изучился Минус 15 Ну а линейное уравнение, чтобы решить Надо обе части уравнения разделить на коэффициент То есть разделить на 5 будет минус 3 Все Нашли х Теперь этот х подставляем в любое из этих уравнений Но лучше подставлять, конечно, там, где коэффициенты меньше Ну понятно Проще расчеты Подставляем Минус 3 Вместо х Будет 3 на минус 3 Это минус 9 Дальше Плюс 4у Равняется 9 Все К обеим частям уравнения прибавляем 9 4у равняется 18 Ну а чтобы решить данное линейное уравнение Надо обе части уравнения разделить на 4 Будет 18 четвертых Сократили 9 вторых Перевели в смешанное число 4,1 вторая Но это десятичная дробь 4,5 Все Ну а значит окончательно Х равняется минус 3 А у равняется 4,5 То есть если вы сейчас сравните то решение, которое было То есть вот оно с дробями И то, которое сейчас То понятно, что Ну невооруженным глазом видно, что метод сложения проще Ну и давайте еще один примерчик на метод сложения Потому что я хочу еще одну вещь вам показать 3х минус 5у равняется 93 И 4у минус 5х равняется минус 103 Пусть у меня есть вот такая система Ну понятно, что здесь В начале х, потом у Здесь у, потом х Это не важно Это просто чтобы немножко запутать Но про что я хочу сказать Это про то, что когда у вас коэффициенты разных знаков То не обязательно делать так, чтобы ваши коэффициенты стали прям одинаковыми Важно, чтобы модули при них стали одинаковыми И если они получатся противоположные То есть, например, будет Ну понятно, если х мы сейчас будем домножать, да Тут будем на 5 домножить, тут на 3 Тут будет 15х, а тут будет минус 15х Так это даже лучше, тогда нам не придется вычитать И мы не забудем поменять знаки Мы тогда просто сложим наши левые и правые части уравнений И у нас, опять же, в данном случае, х взаимно уничтожится Поэтому, собственно, называется метод сложения Потому что, ну какой метод сложения? Мы же вычитали вроде как То есть, понятно, что складывать всегда легче, чем вычитать Ну давайте, сейчас начнем делать И я объясню, что, почему и как То есть, мы сейчас можем либо иксы приводить В данном случае, ну понятно, к 15 Я сейчас про модули Либо игроки к 20, ну к 15 легче Поэтому давайте обе части первого уравнения умножим на 5 А обе части второго уравнения умножим на 3 Еще раз я умножаю так, чтобы модули коэффициентов стали одинаковыми А с плюсами, а не или с минусами, это не важно 3х на 5, 15х, дальше Минус 5у на 5, минус 25у 93 на 5, но это 93 на 10, 930 пополам 465 Теперь вторая строчка 12у минус 15х равняется Сколько там? Минус 309 О, вот такая вот у нас система И сейчас у нас в первом уравнении перед х идет 15 А во втором уравнении перед х идет минус 15 И нам достаточно левые части уравнений наших просто взять и сложить Не вычитать, а сложить А складывать, естественно, легче Потому что когда вычитаешь, нужно еще не забыть поменять знаки А когда складываешь, ничего не забудешь И поэтому, собственно, называется метод сложения Тут мы на самом деле тоже, как бы, складываем Потому что когда вы прошли целые числа, то вычитание это частные случаи сложения Но здесь мы напрямую складываем Ну давайте, понятно 15х минус 15х взаимно уничтожились 12у минус 25у Тут все-таки отрицательный коэффициент Ну, как есть Минус 13у И что там? 465 минус 309 Это сколько? 156 156 Ну все Линейное уравнение Обе части делим на минус 13 И получим, что у равняется минус 156 на 13 Это сколько? 130 плюс 26 12, значит У равняется минус 12 Теперь мы это минус 12 подставляем Сейчас лучше подставлять в первое уравнение Потому что в первом уравнении при х положительный коэффициент А значит меньше действий придется делать, чтобы его найти И тогда у вас 3х Минус 5 на минус 12 Это плюс 60 Равняется 93 Давайте здесь все проделаем устно Для начала из обеих частей уравнения вычитаю 60 Получится, что 3х равняется 93 минус 60 33 3х равняется 33 Обе части уравнений делим на 3 И получаем, что х равняется 11 Все, нашли х А у равен минус 12 Все, вот мы решили нашу систему уравнений То есть сами видите, как все быстро и легко Еще раз основное Система уравнений Это несколько уравнений, которые должны выполняться одновременно То есть уравнения, которые имеют общие корни Решение системы уравнений с двумя переменными Это пара значений переменок, превращающая каждое уравнение системы в верное равенство То есть и это верное, и это И обозначается вот такой вот фигурной скобочкой Которая расшифровывается как и То есть должно выполняться и это, и это одновременно Существует два способа решения системы линейных уравнений Первый метод подстановки Для этого мы одну переменную выражаем через другую Как если бы она была просто числом То есть ее в одну часть уравнения вместе с числами загоняем Ну а дальше то, что мы получили Вот эту выраженную переменную подставляем во второе уравнение Тогда у вас получится обычное уравнение с одной переменной Которое мы можем решить после того, как решили Это значение подставить во вторую переменную Ведь мы ее выразили через первую Вы получите ваши ответы Ну и второй способ Более оптимальный и удобный Это метод сложения Когда мы ничего не выражаем Мы просто домножаем Наши части уравнений Первого и второго так Чтобы перед одной из переменных У нас образовались либо одинаковые коэффициенты Тогда мы потом из частей одного уравнения Вычтем части второго уравнения Ну и понятно, что переменные с одинаковым коэффициентом взаимно уничтожатся То есть опять же получится обычное линейное уравнение Которое мы можем решить Потом это найденное значение переменной Подставим в одно из уравнений нашей системы И найдем второе значение Лучше подставлять там, где число поменьше В данном случае очевидно вот здесь В данном случае у нас простой вариант Потому что достаточно было умножить только обе части первого уравнения на 2 Чтобы стали одинаковые коэффициенты Обычно это все же не так И нужно обе части обоих уравнений на что-то умножать Чтобы стали одинаковые коэффициенты И вот здесь важно, чтобы при вычитании Вы не просто из первой строчки вычитали всегда второе А так, чтобы коэффициент перед второй переменной Который останется был положительным То есть в данном случае мне пришлось из второй строчки вычесть первое Ну а если у нас наши переменные имеют коэффициенты разных знаков То тогда вы домножаете так, чтобы у вас коэффициенты перед переменной Которые мы хотим взаимно уничтожить стали противоположными И тогда мы эти строчки складываем, а не вычитаем Поэтому и называется способ сложения То есть мы всегда домножаем наши строчки только на положительные числа Не важно коэффициенты одинакового знака, разного А потом уже с этим работаем Если одинаковые коэффициенты, то вычитаем Если противоположные, то складываем Ну и тут последнее, что я скажу Понятно, что я дал два способа А говорю, что второй лучше Зачем я тогда давал первый? Понятно, что если вы решаете просто систему линейных уравнений То первый способ не нужен Всегда решайте вторым Но ведь потом будут более трудные задания Там, где у вас еще параметры Или что-то еще И вот так вот решить не получится То есть можно будет решить только первым способом Поэтому, конечно, нужно знать оба способа Тем более, что первый способ Это просто решение уравнения Вот это хоть что-то новенькое Субтитры создавал DimaTorzok